Еще одна история старенькой собачки Даны и результаты кошечки Анастасия. Жизнь в последнее время не щадит хозяйку сельского мини-приюта Людмилы Чернецкого, а наоборот пытается всегда ударить побольнее, знает, что она сильно переживает и болеет, когда кому-то плохо. Женщине все чаще стали попадаться старые собачки с нелечимым диагнозом. Это очень тяжело и страшно, когда ты понимаешь, что животное не спасти, но каждый раз женщина все же надеется на какое-то чудо. Из последних наших подображек дольше всех продержалась Сарочка. Два месяца женщина выхаживала ее, хотя в глубине души понимала, что рано или поздно беда произойдет. Ее ход оставил в душе огромную рану, но, несмотря на это, волонтер продолжает помогать всем по мере своих возможностей. Людмила Чернецкая очень надеется, что люди все же когда-нибудь поймут и перестанут выбрасывать больных животных, по сути, члена своей семьи, которые проживают с ними долгую жизнь. Почему старики? Не знает женщина, но когда она на улице видит старую брошенную собаку, у нее на сердце останавливается, она ни о чем больше не может думать, только как ей помочь и спасти. Да, она наша новенькая собачка, опять снова старая, больная и куча очень серьезных, неизлечимых болячек. На днях были в клинике, провели полное обследование, порадовать, к сожалению, нечем. Собака серьезно больна, почечная недостаточность, хронический холецистит, цистит, новообразование по всем органам, печень, почки, селезенка в критическом состоянии, баронхит, нарушение координации движения, возможно, ее сильно били по голове перед тем, как выбросить, чтобы животное не нашло дорогу домой. И в заключении, и самое, пожалуй, страшное, злокачественные опухоли и папилломы по всему телу у животного. Лечение назначено, но поможет ли оно хоть немного? Онкологию, конечно, мы не вылечим, но подлечив Дану, может, ей станет немного легче, и старушка поживет еще немного. Рак – дело такое, кого-то съедают в считанные дни, а кого-то кто-то с ним может пожить. В общем, как всегда, будем идти до конца. Сразу отвезли и Анастасию. Барсикова, к сожалению, не получилось взять с собой, нас и так отругали, что записывали одного кота, приехали еще и с собакой. У Анастасии лейкемия, хотя женщина не верит таким тестам, где еле видная полоска. Но врач сказал, что считается. Думаем, что они просто не знают, что с животным, а свалить все на лейкемию проще всего. Но что же, лечение начато. Нам предстоят тяжелые дни. Очень хочется, чтобы девочкам стало лучше. Будем верить в лучшее. За обследование заплатили 6 тысяч рублей. Плюс полторы тысячи. Взяла капли от блоги. Как всегда, 5 тысяч обошлась дорога. Да, жить становится с каждым днем все сложнее. Цены огромные навсюду. Еще не имея личного транспорта. К сожалению, это очень сказывается на жизни приюта. Не всегда есть возможность отвезти больного хвостика, даже если сильно надо. Все зависит от машины и ее оплаты, к сожалению. Друзья, мы бесконечно благодарны всем за помощь. Без вашей поддержки приюту не выжить. Животных очень много, и мы очень стараемся помочь каждому. Пожалуйста, не забывайте о нас. Мы очень надеемся на ваши добрые и отзывчивые сердечки.